Альдо Как себя чувствует Хосефина? Более-менее. У нее был гипертонический криз. Ты ее видел? Я хотел ее увидеть, но она меня не приняла. Ты это заслужил? Я это заслужил? Да. А ты знаешь, почему матери стало плохо? Нет. Потому что ее навестил Яго и выдавал себя за моего племянника. Он набрался наглости приехать к ней в санаторий. Ты так элегантно называешь дом престарелых? А ты считаешь, что это богодельня? Ты считаешь, что я повестил мать в обычный дом престарелых? Ты знаешь, во сколько мне это обходится? Ты думаешь, что в этом мире все можно уладить с помощью денег? Есть и другие вещи. Не провоцируй меня, Элина. Я тебя прошу, пожалуйста, не провоцируй. Я еще не переварил то, что ты впустила Яго в мой дом. Это и мой дом. А Яго я не видела. Вообще. И не надо угрожать мне. Ты не имеешь на это права. Его зовут Серхио Лопес. И я не знаю, почему его арестовали. За глупость какую-нибудь. Я боюсь, что его могли арестовать за то, что он не совершал. Понимаете? Да, да. Я вам помогу в память о нашей дружбе с Лусио. Не могу поверить, что вы упустили Гардель и остальных. На что это похоже? Вы за ними следили или нет? А вы что здесь делаете? Решили сдаться? Сдаться? Почему? Вы помогали Яго Вальдесу. Как же я могу помогать убийце Адольфо? Я не видела Яго с тех пор, как он ушел от Сиренио. Синьорита, зачем вы пришли? Я адвокат, синьорита. Если вы ее в чем-то обвиняете, я к вашим услугам. На самом деле, ее с Яго Вальдесом никто не видел. Хорошо. Тогда ее не в чем обвинить. Зачем вы пришли? Я знакомая с Серхио Лопеса и не знаю, за что он арестован. Вы знакомая с Серхио Лопеса. Очень интересно. Синьор Лопес явился сюда и сказал, что ему известно, где находится синьор Яго Вальдес. Что? Что? Кто? Это Тито. К вам тут пришли. Кто? Не знаю. Они говорят, что собирают деньги. Мы собираем средства на строительство синагоги. Давненько вы не заглядывали в монастырь, сын мой. Мне так хочется поиграть в шахматы. Да вот не с кем. Сестра Руфина тоже по тебе скучала. Все хорошо, Тито. Я знаком с этими монашками и с раввином тоже. Понятно. Спасибо. Проходите. Проходите. Пока, Тито. Спасибо. Ты нас предал. Как раз в этом ты не можешь меня обвинить. Что ты бормочешь? А ты не понимаешь, что я здесь, потому что ничего не сказал. Что у тебя в голове, Сорда? Что ты хочешь со мной сделать? Ничего. Только защитить. Защитить. Я дал задний ход, когда понял, что если заложу Ягу, ты тоже пострадаешь. И мне мой поступок дорого обошелся. В 200 штук. Я думал, что с этими деньгами мы смоемся. А откуда ты взял, что я этого хочу? Даже с такими деньгами? Даже с волшебной палочкой. Ты губишь себя. Ты губишь себя, оставаясь с этим Ягу. Его обвиняют в убийстве. К тому же у него нет ни песо. Что стало с твоими амбициями? Ты же говорила, что хочешь получить деньги Сиреню. Ты хотела выйти за Лусио и встречаться с Альдо. Ты идиот. А ты у нас умница. Просто умница. Связалась с убийцей, которого ищут. Что у тебя с головой? Что с тобой? Почему этот тип свел тебя с ума, Кассандра? Я тебе уже сказала. Этот тип мне нравится. Хотя тебе этого не понять. И кто сказал, что у него нет денег? Я уверена, что он Фабио Сиреню. А знаешь, почему он мне нравится? Потому что он может дать мне все. Любовь, деньги, молодость и власть Сорда. Да, шеф. Нам придется выпустить синьора Серхио Лопеса. Почему? За него хлопотал адвокат. Один из лучших. А у нас на него ничего нет. Мы больше не можем его здесь держать. Понимаю. К тому же, судя по всему, он не заговорит. Да. Но я пока не сдаюсь. Как это? У меня есть план. Мы узнали о предательстве Морены. Как она могла? Я передал ей записку для тебя, Гордель. Я ничего не получал. Да она ее в полицию отнесла. Она тебя заложила, парень. Не могу поверить, что она это сделала. Как сказал Мартин Фьеро, никогда не верь преданности собаке и слезам женщины. У тебя не найдется пяти песо, чтобы мы могли вернуться на такси. Послушай, что ты намерен делать? Ведь доказать твою невиновность становится все труднее и труднее. Я собираюсь сдаться, Гордель. Если я объявлюсь, полиция всерьез займется расследованием. Пока ищут меня, настоящий убийца спокойно разгуливает по городу. Если сдашься, пропадешь. Яго, я его ненавижу. Он всегда чушь несет. Но сейчас он дело говорит. Я лишился Морены. Я не могу сказать, что я Сиреню. Зачем мне свобода? Ну, не надо так. У тебя раньше была своя жизнь, свои привязанности. Не надо преувеличивать. Не надо, прошу тебя, не надо. У меня нет Морены. Все изменилось, Гордель. Я уже не тот, что раньше. Я уже не чувствую себя свободным. Привет. Привет, Лаура. Я бы хотел поговорить с Мореной. Она отдыхает. Разбудите ее? Нет. Точно? Да. Что с тобой? Со мной? Да. Ничего, а что? Я просто спросила. С чего ты взяла, что со мной что-то не так? Что с тобой, Том? Что случилось? Я не знаю, как мне жить без Морены. Не знаю. Я зайду? Да, да, проходи. Я чувствую, что... Что? Что был идиотом, когда оставил ее у алтаря. Понимаешь? Понимаешь? Если бы я... Не совершил эту глупость... Сейчас мы бы жили вместе. Понимаешь? Были бы счастливы. И ей не пришлось бы переживать все эти ужасы. Все могло быть по-другому. Я чувствую себя виноватым. Виновным в ее страданиях. В итоге... Я сам все заслужил. Нет, нет. Я это заслужил. Но без нее я жить не могу. Успокойся. Я вижу красивых женщин на улице. Ты тоже красивая. Но ни одна из них... Не может дать мне то, что давала Морена. Я чувствую себя. Нет.